Что-то здесь не так. Почему-то грузится встроенное видеоядро. Фреймрейт должен быть больше. Я понял, в чем дело. Во мне. Итак, я сделал тест Mac Mini с внешней видеокартой, которая скорее показывает не то, на что эта связка в принципе способна. А как делать вообще не нужно. Я говорил, что внешний бокс подключается к Mac'у при помощи всего одного Thunderbolt кабеля. Но куда подключается монитор? Логично предположить, что в саму видеокарту. И я изначально пошел таким путем, но получил черный экран. То есть сигнала на мониторе не было. Я подумал, что ок, на Mac'е скорее всего если что-то работает, то всего одним способом и наверное самым простым. Воткнул монитор в Mac Mini, видеокарта определилась, ну и дальше вы все сами видели. Так вот, этот путь был катастрофически неправильным. И я не знаю в чем дело, может быть нужно было подольше подождать или перезагрузить Mac, но в итоге, когда я уже почитал комментарии, немного больше покопал на эту тему информации и просто ради любопытства попробовал воткнуть монитор во внешний бокс, все заработало. Еще меня сбило с толку, что при фактически неправильном подключении вся эта система каким-то образом работала и даже дала прирост. Потому что в Windows'е, если вы подключите монитор во встроенное видеоядро, то отдельная видеокарта вообще признаков жизни подавать не будет. Не будет шуметь, греться и грузиться соответственно. Ну а на Mac'е вы видели, обе видеокарты работали параллельно. В любом случае, при правильном подключении во внешний бокс я получил совершенно другие результаты, гораздо лучше, чем было. Сейчас я с вами поделюсь, но кроме этого еще и теперь все работает без проблем. То есть не нужно у каждого приложения вручную выставлять приоритет GPU. Все автоматически идет через внешнюю видеокарту, как и должно быть. Начнем, наверное, также с Valley Benchmark. В прошлый раз получилось выжать 58 FPS на максимальных настройках. Теперь с правильно подключенным боксом 94. Это в среднем. В некоторых сценах фреймрейт был больше сотни. Contra в 720p разрешение и на минималках теперь уходит за 150 FPS, иногда даже под 200. И фреймтайм выглядит прилично. В Full HD разрешение также в основном на счетчике было около 150 кадров. Да, внешняя видеокарта теперь работает в разы лучше, но все же остаются ограничения в виде пропускной способности и не самого мощного процесса. Dota. Теперь в Full HD на максималках, если камеру увести в лес, то можно увидеть больше сотни кадров. Как, впрочем, и в небольших замесах. Со спецэффектами бывают просадки до 70. Но в прошлом тесте это вообще был максимальный фреймрейт, так что отлично. А, ну и собственно на графиках видно, что встроенное видеоядро теперь не задействуется вообще, и вся нагрузка действительно ложится на внешнюю видеокарту. Ну и в Vove с Full HD разрешением и пятым пресетом графики теперь не 80, а 180 кадров. Причем, если смотреть в небо или в пол, то фреймрейт растет аж до 200. Ну и при пробежке по площади он колеблется от 150 до 180. Но главное для меня в этих тестах монтаж. Все тот же проект, который создавал неистовую нагрузку в прошлый раз и рендерился со скоростью от 10 до 35 кадров, теперь просто летает. Да, видео выглядит странновато из-за кислотной коррекции и реверса, то есть тут все задом наперед происходит, но при этом оно совершенно не лагает. Монтировать можно без каких-либо проблем все на том же i3. А скорость рендера теперь от 80 до 135 кадров в секунду. И при этом реально почти вся нагрузка ложится на видеокарту. Процессор забит меньше чем наполовину. Вот этого я с одной стороны никак не ожидал, но с другой конечно очень рад видеть. В итоге рендер занял всего минуту и 40 секунд, против 16 минут на встроенном видеоядре. Окей, теперь давайте проверим, что будет, если подключить видеокарту подешевле, а именно Radeon 5500XT. Ее можно найти от 17 тысяч за 8-ми гиговый вариант, против 35-40 за 5700XT. Это видеокарта из совершенно разных сегментов, но тем не менее, помня об ограничении в пропускной способности Thunderbolt'а, хочется узнать, имеет ли смысл ставить топовую видеокарту в качестве внешней. Итак, в Veli 5500XT отрисовало 68 кадров, что уже наводит на размышления. То есть, если пропускная способность исказывается, то где-то на предтоповом уровне карт. Если бы мы упирались именно в разъем, то уже на этом этапе разницы между 5500 и 5700 не было бы. В доте видим 70-80 кадров в замесах и 90 в лесу. Тут уже, видимо, начинает сказываться процессор и OpenGL-прослойка. С металом кадров, скорее всего, в обоих случаях было бы больше. В контре тоже по ощущениям разницы практически нет. Может быть, около 10 кадров есть разброс, но при показателях в 140-150 кадров реально сложно сказать наверняка. И это при FullHD-разрешении и максимальных настройках. В Warcraft для 5500XT пределом стала отметка 160 кадров против 180 у 5700. На графиках снова видим, что вся нагрузка лежит на внешней видеокарте. Встроенное видеоядро даже не пытается себя проявить. Ну и процессор грузится процентов на 70. И снова возвращаемся в DaVinci Resolve. 5500XT, Metal API и по ощущениям пока что шикардос. Все очень плавно, превью не тормозит, монтировать можно без проблем. Но давайте посмотрим, сколько займет рендер. Итоговое время. Минута 44 против минуты 40 у 5700XT. Ну что ж, такой расклад мне определенно нравится больше. И Max с видеокартой это действительно абсолютно другой зверь. И получается, что даже вот с этой маленькой четырехъядерной коробочкой я вполне могу монтировать выпуски для канала, например. При этом, что касается мощности видеокарты, то после определенного уровня это уже перестает играть роль. И для рабочих задач ставить что-то быстрее, чем 5500XT в качестве внешней видеокарты особого смысла не имеет. Для игр и 3D-моделирования еще может быть, но и то. За двукратную прибавку в цене вы получаете всего 10% прирост производительности. В итоге внешняя видеокарта действительно может стать решением для Mac Mini и Mac Pro всех кроме 16-15 дюймовых. Ну потому что только в 16-15 дюймовых есть встроенная видеокарта. Все остальные MacBook'и довольствуются интеловскими видеоядрами. По габаритам мне очень нравится 13-дюймовая прошка. И я бы мог ее подключать вот к этой видеокарте и наслаждаться плавным монтажом и быстрым рендером, но тут есть одно очевидное но. Это габариты самой этой вот коробки. И какой смысл в прекрасных габаритах и транспортабельности 13-дюймового ноута, если на любом выездном мероприятии, там, на выставке или каком-то спецпроекте в другом городе я остаюсь без рабочего инструмента, собственно. Ну то есть он хорош сам по себе, но теперь в монтаже начинает лагать. А чтобы не лагал, надо тащить с собой вот эту вот всю историю. И как бы, ну, смысл тогда. Но при этом как бы я не разрывался между 13- и 16-дюймовой прошкой и как бы не хотел купить что-то из них или прям оба ноута для сравнения, самым разумным, наверное, сейчас будет подождать, ну, буквально пару месяцев до осенних Apple-овских анонсов. Там будет понятно, что они собираются делать с ARM. Будет ли он сначала ставиться только в их базовые ноуты, или они сразу всю линейку iMac'ов и MacBook'ов переведут на ARM, или вообще в этом году ARM еще затрагиваться не будет, и обновы только на следующий год появятся. А в этом, может быть, они сделают 14-дюймовый MacBook с видеокарты, пусть там самой простенькой, но вот для моей задачи это было бы прям вообще идеально. Поэтому пока я подожду. Есть у меня еще идея для нескольких других экспериментов с яблочной экосистемой. Так что подписывайтесь, если вам эта тема интересна. Кроме этого будут еще, естественно, классические тесты под виндой с разным железом, дорогим, дешевым, средним, с разным в общем. Так что подписывайтесь, рассказывайте друзьям, и увидимся в новых выпусках. Пока!